Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война», вопрос 1579. В псалмах Давида он иногда просит покарать своих врагов. Да сойдут они живыми в ад. Псалом 54, 16. Как же быть православному? Нам же нельзя молиться против врагов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иногда в сознании даже верующих смещаются понятия земные и священные, то есть с теми, которые взяты точно по Библии. Иногда эти понятия разносятся в разные графы и противоречат друг другу. Это особенно касается тех мест на горной проповеди, где говорит Господь, а я говорю вам, это «а» и должно ныне быть основным. А что было тогда, оно, как несовершенное, детское, оставляется для тех, кто до, а я говорю, еще не дорос, то есть не обратился всем сердцем ко Христу, кто еще по земному мыслит. Мыслить же по земному, значит находиться в смерти и невозрожденности нового духовного рождения. Нужно мыслить по-божески. Ивов 10.4 Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Римлянам 8 глава 5-6 стих «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Ученики долго не могли понять намерения Христа, и все продолжали мерить своим багажом, как их учили дома, в школе и из их книг. Нам почти невозможно понять, что за переворот был в их сознании. Они терялись. Терялись в виду Христа, когда на них надвигалось решение вопроса, и они тянули его в старую колею. У них крен был в сторону их родины. Православие, самодержавие, народ. Они давились этой отрыжкой еще очень долго и со скрипом соглашались, что, пожалуй, и язычников Бог может спасать. Иеремия 23.6 «Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Луки 24.21 «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Луки 9.55-56 стих «Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И Ян Златовус толкует в Пятом Томе так, что все, что касается гибели врагов, это относить к нечистой силе, против бесов молитву усилить. Матфея 5.44 «А Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Субтитры создавал DimaTorzok